Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Такое впечатление, что у нас наступила весна раньше, чем положено по календарю. Я снимаю этот кусочек видео 28 февраля, а за бортом плюс 19, и настолько солнечно и тепло, и даже как будто лучше настроение и больше энергии. Даже захотелось поярче нарядиться. Кстати, у меня новый спортивный костюм. Я обязательно покажусь вам в полный рост, когда вернусь домой. Я сейчас еду за продуктами, а то в холодильнике мышь повесилась, обновки обновками, а есть тоже нужно что-то. Поэтому я поехала, и мы с вами увидимся совсем скоро, через пару секунд. Называется Оля приехала за продуктами, а здесь рядом Пепка. Решила глянуть, что интересного есть для детей. И вот, например, куртка защитного цвета стоит всего 10 евро, даже чуточку меньше. Ветровки подешевле, вот такие более стильные, там 12 евро, например. Взяла несколько курток для детей, потому что повырастали, а цена привлекательная. И, в принципе, нормальный вариант, как возле дома бегать, так и в школу ходить. Для девочек еще больше разных вариантов. Кофточки полтора евро, лосины меньше двух. Ну скажите мне, чего еще хотеть? Причем это натуральный хлопок. Куртки такие, вот просто типа как ветровки набросить, когда уже будет совсем тепло. Так что для девочек есть где разгуляться. Мальчики готовы жить в спортивных костюмах, но когда идешь в гости, куда-то там нужно более опрятно одеться, то такой вариант джинсов еще проходит. И они стоят около 6,5 евро на резинке. То есть ничего не жмет, не сковывает движение. И джинс не супер плотный, как раз весной будет хорошо. Так что Захарчику возьму эти. Это наш размер. И поищу для Игната. Вот есть с разными резинками и немножечко разных цветов. Джинсовые куртки стильненькие, недорогие. В принципе это недорогой магазин, но всегда можно что-то подыскать. Или вот точно такие же черные, без каких-то там наляпистостей. Ровно 7 евро. Мне кажется, это чудесная цена за детскую одежду. Потому что в H&M или в той же Zara Kids будет гораздо дороже. Иногда вообще по цене вещей для взрослых там все продают. Поэтому берем. Пасха у нас в этом году рано, в начале апреля. Поэтому магазины уже давно начали привозить всякие пасхальные штучки. Мы где-то посеяли нашу корзинку. А мальчиков двое. И каждый хочет иметь свою. Поэтому возьму еще и корзинку. Смотрите, какие хлопковые штанишки. Вот не обманывая вас, стоят они 5 евро. С карманами. Причем это на 116 сантиметров. То есть не маленькие такие. Иногда бываю в шоке с таких цен. В приятном, конечно же. Помимо Айки, у нас здесь довольно много разных магазинов. И для хранения, вот например, конкретно в Пепко, здесь и пластиковые, и тканевые, и плетеные контейнеры. Поэтому при желании можно найти все. И за любую цену. Для организации в ванной комнате или в туалетном столике здесь тоже есть несколько интересностей. Мне понравились вот такие акриловые контейнеры. Я сначала подумала, что это один сплошной, но нет. Это все отдельные. Возьму, попробую сюда поскладывать как-то помады. Вот именно поставить тональные и так далее. Думаю, что должно получиться неплохо. Между прочим, мои силиконовые лопатки, которые такие типа мраморные у меня, тоже из Пепко. Периодически они вновь появляются в продаже, но сейчас серые. И я боялась, что светлые будут пачкаться, но нет, до сих пор как новые. Ух ты, должно быть удобно. Я проверю, потом вам скажу. В общем, это контейнеры для приправ. Не в баночках, а вот таких, которые продаются в бумажных упаковках. Видите, они с разделителями. Есть очень красивые свечи, прям большинство. Вот эта ванильная или побольше. Есть с разными ароматами. Тоже ванильная, наверное, одна из самых популярных. Но вот эти, это бомба. Белая или черная с золотым. Или вот такая вообще тоже. Класс, правда? Вот и плетеные корзинки, какие-то рамки оригинальные, статуэтки, подсвечники и свечи. Дорожка. Я так понимаю, что тоже к праздникам привезли. В общем, можно здесь несколько часов провести. Пуфы, столики и так далее. Реально все. Для ванной комнаты там какие-то тоже. Под мыло разные, подставки для зубных щеток, емкости для жидкого мыла, ершики. И у них бывают как постоянные коллекции, так и что-то типа лимитированное, что появляется в зависимости от сезона. Вот она, моя весенняя прелесть. Новый спортивный костюм. Да, у меня их несколько и немало, но для меня это и домашняя униформа, и когда иду гулять с собакой, и когда куда-то еду. Я сейчас избавилась от многих трикотажных костюмов, потому что в таких мне и теплее, и комфортнее. Этот полностью из хлопка. Это бренд Argo Fitness. Я знакома с ними уже 5 лет. Мы с ними дружим. Я всегда буду их поддерживать, потому что у них качественные вещи, и также доступные цены. Вы будете мне искренне благодарны, если познакомитесь с ними. Я знаю, что многие девчонки приобретали по моей наводке там и одежду для тренировок, и домашнюю одежду, и остались так же довольны, как я. Этот костюмчик у меня есть в таком фисташковом цвете, и я даже не ожидала, что он будет в посылке. Спасибо огромное. Очень позитивный такой, и буду с удовольствием в нем ходить. У меня размер S, насколько я помню. Как видите, он сидит объемно, особенно кофта, и штанишки свободные. Я сегодня первый раз их надела, они еще чуть-чуть станут посвободнее, но даже после стирки эти вещи не вытягиваются, не теряют свой цвет. Поэтому я поделюсь с вами ссылкой внизу. Возможно, вы тоже ищете что-то такого плана. Он, конечно, просто супер. Буду вот так ходить с белыми кедами или с конверсами. Гляньте, какая ткань. Ничего не выстирывается, не вытягивается. Это я вам уже могу сказать, исходя из опыта в несколько лет. И, конечно же, новая спортивная форма. Такой у меня еще никогда не было. Такая секси, шмакси, все по фигуре, с сеточкой. У них есть настолько крутые модели разных цветов. Кстати, лосина здесь на завышенной талии, с утяжкой, и материал настолько плотный, что он не будет просвечиваться, когда вы будете приседать. А сбоку здесь еще и вставка и сеточки. И еще один костюм. Немножечко расскажу и вам. Я недавно познакомилась с брендом Shades, который производят те же люди, что и Argo Fitness. То есть, это такое же восхитительное качество. Но у них другие модели, немножечко другие ткани. Это такая минималистичная одежда. На каждый день базовые вещи в разнообразных расцветках. То есть, и поярче, и что-то нейтральное. И темные костюмы у них есть. И я, конечно, в восторге. Я желаю вам процветания. И я буду ждать еще больше базовых вещей, потому что без них в гардеробе никак. Это костюм Oversize, как положено, как сейчас модно. Худи я немножечко подвернула. То есть, на самом деле, оно чуть-чуть длиннее. Но он должен сидеть так объемно. На мне S. Это плотненькая ткань. Между прочим, если на вас вечно коротки все брюки такого формата, то заглядывайте в Shades, потому что у них вот прям хороший крой. Если вы метр шестьдесят семь и выше, то однозначно найдете для себя хорошую посадку. Также здесь вот завышенная талия. Я еще не поснимала этикетки. И карманы. Карманы – это отдельный кайф. Я всегда выискиваю, куда бы что поскладывать или спрятать руки. Весной не спешите оголяться, потому что это коварный сезон. Может казаться, что тепло, но подует ветерок. И потом можно и простыть. Этот костюм можно носить как с классическим пальто, так и с любым пуховиком. С курткой, с джинсовкой, с кожаной курткой. Тоже такой объемненькой. В общем, вариантов есть масса. Эти костюмы представлены в разнообразных расцветках. Я, между прочим, выбирала между бежевым, белым и этим. Но потом решила, что такой я уж точно нигде не найду, поэтому решила заказать его. Спасибо огромное. Я обожаю носить такие вещи. Между прочим, это российское производство, но они отправляют по всему миру. Ссылку на их инстаграм и также на интернет-магазин я обязательно оставлю вам, как всегда, в инфобоксе. Ткань приятнейшая. Она такая мягкая. Сейчас покажу поближе. Там еще и есть начес, который согреет нас в прохладные дни. Вот так это все выглядит и упомянутый начесик. Я с удовольствием буду носить этот костюм. Желаю вам дальнейшего развития и буду следить за новинками. А вот и мой частичный улов из Пепко. Конечно же, корзинка. Уже началась подготовка к Пасхе. Я еще раньше была в торговом центре. Купила такие яйца, которые я планирую повесить на веточки с котиками, как вы это называете. Я из Киевской области. И у нас всегда говорили котики. Этот органайзер я показывала вам в Пепко. Планирую переделать все там в своей комнате, поскладывать, чтобы мне было удобно и все было на виду. Конечно же, взяла два органайзера для приправ. Мы вместе с вами наведем там порядок. А эта находка, я встретила ее на кассе буквально. То есть они стояли там совершенно в другом месте, куда я не заглядывала с камерой. В общем, такие шкатулки стоят дорого обычно. Ну, наверное, от 10 долларов, маленькие и выше цены. А этот большой органайзер для чего угодно стоит, внимание, 7 евро. С таким зеркальным дном, стекло. Между прочим, чуть отличается от остальных. В основном гладкие такие стекла, а здесь как бы ребристые. 7 евро. Я вас не обманываю. Я просто в шоке. И сюда я планирую поскладывать самую часто надеваемую вижутерию. Какие-то сережки, потому что уже не помещается. А это детские вещи. В основном те, которые я вам показывала. Курские уже малые вот схватили и нарядились в школу, в детский сад. Разорвали пакет. Ну, не суть. Вот еще ветровки, джинсики, которые я показывала вам. Взяла все размеры, которые были на мальчиков. Ой, мальчики, так пачкаются, это катастрофа. И еще одни спортивные брючки, по-моему, для Игната. Да. А, забыла еще достать из пакета. Было на самом дне. Я беру там иногда батарейки. Мне нужны такие маленькие для микрофона, для одной камеры. И свеча. Ее я тоже прихватила. Уж очень она красивая. Потом буду использовать тоже для бижутерии, для чего-то красотень. Вот здесь можно поджечь. Будет двойной огонек. Также хотела кое-что вам рассказать. Так, это обсудим чуточку позже. В общем, мы Мику взяли практически год тому назад. И я рассказывала вам эту странную историю. Мы обратились в питомник. И все-таки заказали еще и документы. То есть здесь родословная, она также состоит в клубе. И так как она родилась в Англии, как оказалось, все это к нам супердолго ехало. Там изо всех карантинных мер сложно было получить документы. Вот именно в такой форме. И имя нашей Мики Нарика, Мика. И вся ее родословная. Вот, поэтому теперь у нас собака не только с паспортом, но еще и с родословной. Такие дела. Еще сегодня забирала почту, и там лежала такая бумажка. Помятая, где она была. Ну, в общем, у нас 6 марта, получается, можно сдать абсолютно без заморочек. Ненужные вещи, в том числе старый холодильник, какая-то там техника, если есть. Есть ванны, вещи, есть даже номер телефона, можно созвониться и все это отдать в добрые руки или на переработку. Мне кажется, отличная инициатива. Совсем скоро мы с томоком уже начнем наводить порядок в саду. Нужно здесь тоже все перемыть. И к слову о том, что мы с томоком на одной волне. Когда пришло время убирать уже весь новогодний декор, он привез вот такой красивый венок из сухоцветов, также с хлопком. Это сейчас тренд. И, к сожалению, его делала не я в такой цветовой гамме, на которой я сейчас слегка помешана. Также здесь стояла деревянная елочка и подсвечник из икеи, злосчастный, который довел меня до истерики. Его нужно самостоятельно собирать, я это терпеть не перевариваю. И еще лежал такой шарик и шишка. В общем, подсвечник я решила оставить. Просто достала красные елочные игрушки. И теперь у нас стоит здесь свеча. Ее я пока что не зажигала. Но, тем не менее, вот так и не по-праздничному. Но, тем не менее, что-то здесь происходит. Маленькая нотка уюта. Ой, как мне такое нравится. У меня есть коварный план. Я вижу, что томок постоянно ходит в одном и том же. И я хотела бы немножечко обновить его гардероб, а то его буквально не затянуть в торговый центр. Я надеюсь, что у меня все получится, и он меня не перебьет. Я увидела, что у Аргофитнес есть еще и мужские комплекты. И я взяла томоку такой графитовый, слегка меланжевый. Там был еще очень красивый, темно-бирюзовый. Но томок больше как бы предпочитает что-то поспокойнее, понейтральнее. Так что начало у нас положено именно с такой расцветки. Ткань, швы, все как положено. Внутри еще и такой легкий хлопковый начесик. И я нигде не встречала, чтобы на брюках была вот такая интересная стильная деталь в виде заклепок. Немного нашего вечера. Захарка сам делает математику. У них уже даже дроби начались. Я, конечно, в шоке. Первый класс, сегодня домашнее другое. Но иногда я, честно говоря, сама не успеваю за их программой. Игнат нашел себе подушку и смотрит какие-то мультики. Да, Микуша? Они живут в полной идиллии. Мика, тебе не мешает, Игнат? Мике, в принципе, мало что по жизни мешает. Такая она терпеливая. Мальчики поехали в бассейн. Дома такая тишина. Я, кстати, не люблю бассейн и плавание и все, что с этим связано. Наверное, детская травма, потому что я когда-то чуть не утонула. Я знаю, что они вернутся супер голодными, а я готовила полноценный обед с котлетами, картошкой и салатами. Поэтому вечером решила не заморачиваться. Это также может быть и полдник, и завтрак, все, что пожелаете. И готовится он из самых простых ингредиентов. Это будет, как у нас говорят, финский блин в духовке. Что нам понадобится? Масло, да что ж такое, я слышу, слышу, уже помылась посуда после обеда. Спасибо большое. Значит, мы берем любую форму для выпечки, желательно побольше. Приличный кусочек масла, чтобы это все не прилипало, я сразу постелила бумагу для выпечки. 4 яйца, мука, обязательно напишу, сколько именно в инфобоксе. Молоко, помню, что 800 миллилитров. Сахар по вкусу я буду использовать где-то 50 грамм и чайную ложку соли. И теперь слушайте, что мы делаем. Мы смешиваем остальные ингредиенты, даем настояться нашей каши-малаши буквально. И дальше только запекаем. Есть еще несколько нюансов, поэтому оставайтесь на связи. Но я же вам обещала, что будет без заморочек. Так оно и есть. Яйца. Конечно, удобно будет, если воспользуетесь миксером. Молоко. 230 грамм муки. Сахар. И соль. Миксуем. Вот то, что у нас получилось, мы оставляем на 30 минут настояться. Но когда уже пройдет минут 25, мы будем разогревать масло в духовке. Включаем духовку с термообдугом в этот раз. Разрезаем немного масла, чтобы оно поскорее растворилось. Точнее, растаяло. И мы пустую форму ставим в духовку. Готово. Вот так немножко распределим по всей форме. Теперь выливаем все, что мы намешали. И выпекаем 25 минут. Нет, ну зацените этого красавца. Правда, он упадет, но все равно. Я люблю, когда что-то растет в духовке. Блин запекся. Я хочу подавать его со сливками, которые Томак должен привезти. Также у меня здесь есть голубика и малина. Можно или замороженное использовать, так как сейчас совершенно не сезон свежих ягод. Или же варенье, любое по желанию. Знаете, о чем я забыла? Можно было добавить еще ванильку. Ммм, вкуснотень. Единственное, что берите форму прям побольше, чтобы он не был высоким. Чтобы внутри все хорошо пропеклось за 25 минут. Помыла я вчера свои контейнеры. И сейчас мы с вами будем делать реорганизацию в приправах. Я готовлю несколько раз в день. Разнообразное блюдо, поэтому у меня здесь столько всего. Я специально ничего не прихорашивала. Вот как есть, так есть. То есть, у Томак что-то принес. Нужно распаковать, вообще постирать полотенце. Что касается приправ, то, конечно, удобнее всего было бы хранить в баночках. И вот эти я прям покупала приправы в банках. Это Simple Organic. Вы прекрасно с ними знакомы. Но не все приправы, которые мне нужны, продаются у них. И я еще планирую заказать отдельно баночки. И сначала купила вот такие наклейки на Алиэкспресс. Вы мне писали, что есть еще специальный белый маркер. Он довольно дорогой. У моей Насти он есть. Я никак не могу у нее взять. Эти наклейки я приклею все-таки не на такие баночки. Потому что я ориентируюсь по вот этой надписи, которая сверху. И есть еще отдельные наклейки круглые именно на такие банки. И пустые баночки отдельно можно купить опять же на Амазоне, на Алиэкспресс и так далее. Но пока что у меня вот все в таком виде. И хочется хотя бы сейчас все разложить по контейнерам. Я надеюсь, что по высоте они будут как раз нормальными, чтобы эти приправы не вываливались. Еще я хочу поделить приправы для сладкого и приправы для соленых блюд. Мне кажется, что так будет удобнее. В принципе, придерживалась такого формата когда-то здесь. Наверное, я что-то усердно искала в последнее время. И здесь у меня хаос, если честно. Поэтому сейчас буду наводить порядок. Фух, я минут 40, наверное, здесь все перетирала, перекладывала. Вот это я затеяла себе утром. Короче говоря, мне очень нравится то, что получилось. И в принципе, я не жалею, что я купила эти контейнеры. Но единственное, что если у вас большие упаковки приправ, где, как бы, знаете, большой объем, именно внизу, тогда у вас не поместится много всего. Сейчас достала, снова как втыкну. А так, вот эти контейнеры, они гениальны из Икеи. И любая приправа по ширине сюда влезает. И вот этот контейнер у меня также из Икеи. Я разделила вот инстант, то есть всякие там желешки, пудинги, готовые приправы, уже смеси для кебаба. Иногда, когда спешу и не хочется заморачиваться, для курицы, например. Тут много. Я сама не ожидала. Потому что то я еду в магазин, забрасываю тут омок, и потом вот так собирается. Но мы часто запекаем курицу. Я такие рецепты редко показываю, но на самом деле я готовлю чаще всего простую еду. С этим все понятно. Здесь у меня приправы для соленого. Помимо вот основных я пересмотрю обязательно, чего у меня больше всего. Чтобы я могла докупить баночки. Чтобы я знала, какое количество мне необходимо. Потому что толку с того, что я возьму там, скажем, 15 банок, да, и это только займет место. Там в каждой баночке будет по вот столько приправы, которые редко использую. Здесь у меня все для сладкого. Ванилька, ароматы, дрожжи, корица. Нет, у меня в баночке что это такое? Гвоздики. То, что на самом деле только в праздничный период в обиходе. И полотенца поскладывала. Еще нужно будет как-то их все поразглаживать. Но пока что не сегодня. Я не готова. Вот такая организация у меня получилась. Я люблю, когда у меня много приправ. У меня все на эту тему. О, как быстро приехала моя посылка. Я прям не ожидала. Здесь две старые умывалки от Estee Lauder. Томок их любит. Они очищают до скрипа. Это совсем не моя история. Он купил обновленную версию. И она более щадящая. Я продолжу ей упользоваться. Не выбрасываю, Джа. А в Астас, где-то там на распродаже, нашла две упаковки. Поэтому сразу все купила и ему. И теперь покажу вам, почему я всегда топлю за онлайн-шоппинг. Недавно покупала на MAC. MAC Cosmetics PL. Румяна, Fix Plus и пудру. 30% скидка на все. Плюс мне дали полноразмерный блеск для губ. И еще косметичку. А в этот раз мне положили косметичку Yves Saint Laurent. Кстати, они у меня никогда не пропадают. Каждый раз в поездку беру с собой. И две миниатюры тональных кремов. Tuche Cl'e и также All Lours. Кстати, один и второй я люблю. Но Tuche Cl'e раньше мне больше подходил. И тут. Та-да-да-дам. Я увидела, что в очередной раз обновили формулу Tuche Cl'e. Когда-то это был мой фаворитище прям. Так что я не устояла и все-таки взяла себе. Возможно, он снова будет таким же увлажняющим, питательным, сияющим, комфортным. Я очень рассчитываю на него. Но пока что даже не открывала. То, что я успела опробовать, это аромат, который давно был в моих хотелках. Реплика. И в этот раз я выбрала себе вот такую версию именно на весну. Сделаю на него обзор. Но по первому затесту однозначно мое. И на теплое время года. А этот пробник я забросила сюда специально. Хотя он не был здесь. Вот такой. Боже, какой он вкусный. Сладко-сливочный. Это нечто. Он не похож ни на один другой. И многие в инстаграме написали, что он шикарен. Что это ваш любимый аромат. Что он супер держится. Я теперь в раздумьях. Наверное, я все-таки куплю себе 30 миллилитров. Прям настолько мне зашел. Очень-очень крутой. И стоит относительно недорого. У меня к вам также есть одна просьба. Если вы занимаетесь по каким-то тренировкам на ютюбе. Йогой или пилатесом. Именно для новичков. Поделитесь, пожалуйста, со мной. Или названием канала. Или пришлите ссылку. Если вам не сложно. Потому что у меня был довольно длительный перерыв в спорте. Не то, чтобы я там великая спортсменка. Но я регулярно занималась. Несколько раз в неделю. Или дома. Или ездила в спортзал. Или бегала. Ну, там все по настроению. А сейчас по состоянию здоровья в том числе. Я не могу вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше. И вот я находилась даже в каком-то ступоре. Если я не могу делать это, то что? У нас по-прежнему закрыты спортзалы. И я понимаю, что мне этого очень не хватает. Это помогает как-то разрядить мозг. Это дарит положительные эмоции. И вообще физическая нагрузка. Это всегда плюс для нашего здоровья и самочувствия. Так что буду благодарна вам за какие-то подсказки, за наводки. Буду пролистывать комментарии в надежде на то, что я найду своего тренера. И смогу полюбить йогу. С которой у меня, кстати, когда-то не сложилось. Хотя я пыталась на протяжении нескольких месяцев. Но часто говорят, что многое зависит именно от тренера. Возможно, я не нашла еще того самого. Решила навести порядок в своих аксессуарах. А то уже караул. Сейчас поскладываю очки. А потом покажу вам свои любимые модели. Я очень часто куда-то тороплюсь. Хватаю чехол или просто достаю очки. И мне всегда хочется складывать все обратно. Чаще всего так по-быстрому, по-быстрому. Так что сейчас переберу. Мне нравится хранить очки в чехлах. Иногда покупаешь даже в сетевом магазине что-то. Дают бесплатно. Если это какие-то брендовые очки, то к ним зачастую прилагается тоже футляр. И сумочки у меня маленькие. Я не всегда ношу их с собой. Ну, то есть очки куда-то на голову или в руках. А футляра нет. Что это такое? И зачем оно мне? У меня вообще-то ничего от Тиффани нет. Возможно, Настя когда-то приносила мне для фотографии. Такое может быть. Видите, я храню много чего. И не всегда оправданно. Так что сейчас разберем. И потом покажу, как я все организовала. Нашла очки, о которых я вообще забыла. Это Майкл Корс. Такая скошенная моделька. Они очень сильно жмут мне голову. Хотя они плохо защищают от солнца. Я носила их в оптику, чтобы их немного растянули. Но это не помогло. Я думаю, что пришло время их кому-то передать. Я вот прям чувствовала, что мне нужно убраться. Я так долго искала эти очки. Не могла вспомнить, куда я их пристроила. Это Клоэ. Такие кругленькие, прикольные. Я покупала их в Дьюти Фри, когда ехала на Майорку. Почти два года тому назад. В общем, я постаралась разложить очки по родным чехлам. Оказалось, что не все у меня сохранились. Возможно, где-то в чемоданах. От Селин нет ни одного. Странно, конечно. И теперь я более-менее понимаю, где что у меня тут находится. Также нашла мягкие мешочки. Теперь, когда буду идти куда-то, буду захватывать с собой, чтобы тоже очки не царапались в сумках или в машине, куда я их там бросаю. Также, когда покупаю очки в масс-маркете, иногда дают мягкие чехлы, как типа вот этот из Зары. Я их тоже сохраняю. Здесь уже нет очков Зара, но тем не менее удобно, потому что они занимают много места. С очками я разобралась. Мои самые любимые очки. Если с ними, не дай бог, что-то произойдет, я готова отказаться от кофе. Я могу не покупать ничего. Я буду собирать деньги на эти очки, потому что мне кажется, что они очень стильные, они очень качественные, они очень круто защищают от солнца. И вообще, это моя любовь, я их так долго хотела и не решалась приобрести онлайн. И зря я этого не сделала раньше. Это Селин. Напишу вам опять же название модели в инфобоксе. Это их классика. Она бывает в разных цветах. И они такие угловатые. Мне нравятся, как на мне смотрятся квадратные очки. И я обожаю их носить. Чаще всего надеваю их каждому образу. Они подходят. Хоть к спортивному костюму, хоть к чему-то элегантному. Это моя огромная любовь. Следующая модель. Это абсолютная база. Я знаю, что многие их приобрели. По моей рекомендации, они тоже бывают в разных цветах. Это бренд Tom Ford. Если их сравнить вот рядом, они все-таки отличаются. Они поменьше. И я не хотела бы выбирать между теми и другими. Вот постепенно я собрала свою мини-коллекцию, которой я очень довольна. Так они выглядят на мне. То есть, видите, не слишком большие. Не какие-то там замысловатые. Очень скромные, лаконичные. Это одни из лучших очков, которые когда-либо у меня были. Также очки, которым много лет. Я заказывала их в Америке, в Аутлете с 80% скидкой. Если не больше. Это бренд Balenciaga. Я сомневалась насчет расцветки. Потому что это такие пятнистые очки. Я знаю, что мне идут слегка вытянутые, как кошечки. Кстати, вы можете зайти, например, померить какие-то очки, которые вам нравятся. И потом приблизительно уже знать свою форму, которая подходит вашему овалу лица. Которая вам по душе. И также вы можете посмотреть технические параметры на официальном сайте, например. Ширину и так далее. Я когда-то так сделала. И теперь мне не составляет труда купить какие-то очки онлайн и не прогадать. Это Balenciaga. Я в прошлом году еще видела их в каких-то Аутлетах. Постараюсь тоже поискать. Они супер хорошие к мне продаются. По сей день. Теперь тоже CELINE. Вот они похожи чем-то с Tom Ford. И я хотела себе коричневые очки. Я собирала это все не один год, поверьте мне. Поэтому да, у меня столько очков. Мне нравится разнообразие. Они чуть больше, чем Tom Ford. И если вот эти легкие, они не ощущаются, то CELINE может чуть-чуть съезжать. Особенно вот эти более некомфортные, наверное. За счет своей тяжести они съезжают с носа. И они со временем, если носишь в течение нескольких часов, то они ощущаются. Наверное, вот если бы вы меня спросили, Оля, какую модель выбрать, то все-таки Tom Ford. И в коричневом цвете я бы взяла себе такие же. Вот эти как-то, они очень красивые. Они тоже хорошо защищают от солнца, как и все остальные, которые я покажу. Но, да, вот такой момент. Они довольно тяжелые. С подвесками все гораздо проще. Этот органайзер подарила мне подружка. Помните, я вам в прошлом году рассказывала. Значит, мне жалко выбросить любимую подвеску прошлого лета с ракушками из Zara. Но она очень сильно как бы износилась, подстерлась золота. И нужно глянуть, как это будет выглядеть на мне. Возможно, типа как винтажное что-то. Но это не точно. Жалко, конечно. И также у меня запутались вот эти подвески. Я пыталась их распутать. У меня ничего не получилось. Нужно выбрать другой день, когда у меня будет больше терпения. Может, есть какой-то метод. И вы мне посоветуете. Ну, а так все остальное, что я вам показывала. Это Даниэль, браслет. Подвеска также еще одна от них. Это в прошлом году я покупала у мастерицы Краковской. И сердечко, которое многим нравится. Оно золотое. Я покупала его в ювелирном магазине моей Анетки, моей подружки. Так что осталось мне распутать вот это безобразие. И в принципе все окей. Слушайте, я уже который день ношу тональный крем от Catrice. Называется он True Skin. Я просматривала новинки и увидела его. Не ожидая ничего, купила. Причем чуть-чуть прогадалась оттенком. Номер 20, мне слегка темноват. Но если я немного подзагорю или воспользуюсь автозагаром, будет самое оно. Он и все перекрывает. Тоненький, но при этом пигментированный. И не ощущается, не выглядит маской. Еще и хорошо держится. Так что у нас хороший старт. Посмотрим, что будет дальше. На этом мы с вами потихоньку будем прощаться. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова